Те, кому посчастливилось побывать на постановке «Ромео и Джульетта» в исполнении имперского русского балета, говорили, что это большая удача. Вот так просто, не выезжая из города, не тратя драгоценное время и более серьезные финансовые средства на приобретение заветного билетика в одном из столичных театров, муромцы могли восхищаться великолепной игрой. Труппу имперского русского балета составили артисты из лучших балетных школ России. Имперский русский балет был основан в 1994 году по инициативе прославленной русской балериной Майи Плесецкой. Название коллектива – дань признательности как ушедшим, так и уходящим императорам сцены, великим основателем немеркнувшей славы русского балета, а также императорской фамилии, внесшей огромный исторический вклад в отечественную культуру. Гидамина Странда, художественный руководитель коллектива, всегда ставит перед своими артистами самую высокую планку. Это такая установка для всей труппы, когда мы приезжаем, я им говорю, ребята, вчера вы выступали в Париже, да, послезавтра в Нью-Йорке, сегодня в Муроме, послезавтра в Угличе. Это совершенно не имеет никакого значения. Это наши русские города. Да, они меньше. Да, здесь, может быть, не хватает какого-то света и так далее. И сцена не 24 на 16, а всего лишь 10 на 8 и так далее. Разницы нет никакой. Мы выступаем у себя дома, мы выступаем для своих людей. Это самое главное, потому что наши люди должны видеть, что к ним приехала не какая-то антреприза с черной занавесочкой и так далее. Нет, приехал настоящий театр, что они тоже такой же спектакль видят и в Москве, и в Париже, который к ним приехал в Муром. Потому что мы называемся имперский русский балет. Муромская публика встречала артистов имперского русского балета с нескрываемым восторгом. И хотя сюжет трагедии Уильяма Шекспира был известен всем, зрители словно в первый раз пережили историю великой любви и смерти вместе с главными героями. Вообще наша публика, она отличается от себя, она отличается глубиной. Ее поверхность-то, ну, можно где-то насмешить, еще что-то, да, но в ней есть глубина. Поэтому, когда видишь, когда мы делаем спектакль, они вникают все глубже и глубже. И дальше к третьему акту уже все подошли к такому состоянию, что они все были здесь. Они все были здесь с этой девочкой, да, с этим юношем, все рядом. Это было очень здорово. Вот это внимание публики, глубокое понимание, очень отличает нашу публику от всего других. Блистательная программа, роскошные костюмы, великолепный подбор артистов. Уровень выступления чувствовался во всем. Зал аплодировал стоя, не отпуская труппу за кулисы. Как оказалось, Муром артисты имперского русского балета так и не увидели. И рады были, да времени хватило. Мы вообще в этой жизни ничего не успеваем. Семь часов ехали из Москвы. Семь часов, представляете, да. И сразу на спектакль, слава богу, хоть успели сделать свет и проверить, потому что сцена все-таки небольшая. Но сам театр нас радует, но он чистенький, аккуратненький, отреставрированный, это очень хорошо. Осенний театральный сезон продолжает радовать муромцев своими премьерами. Следующий концерт, прекрасный концерт. 10 октября мы вас ждем в нашем дворце, чтобы увидеть концерт Марина Девятого. А 30 октября мы вас приглашаем на спектакль «Стеклянный зверинец», где вы встретитесь с Ольгой Остроумовой, Ольгой Артгольц, Кириллом Сафоновым и Дмитрием Исаевым. Приходите, будет все очень интересно. Концерт Марины Девятовой, российской певицы-исполнительницы традиционных русских песен в современной обработке, состоится уже 10 октября в 18 часов. Елена Петрова, Александр Барсуков, новости 24 Муром.